В Беларуси во второй половине февраля будет проведен конституционный референдум. Он станет новой страницей в государственном строительстве. На протяжении уже девяти месяцев в стране работает Конституционная комиссия. В рамках дискуссии в режиме «Правды», которая прошла в Бресте, итогами работы над новой редакцией Конституции поделился с аудиторией Александр Шпаковский, известный в нашей стране политический аналитик и член Конституционной комиссии Республики Беларусь. Исключены две статьи, изменены 77 статей и введено 11 новых. Добавлена одна глава, а также полностью обновленный раздел о заключительных и переходных положениях. Уже в понедельник мы ожидаем опубликования текста новой редакции Конституции для общественного обсуждения и последующего референдума. Ну а я, соответственно, член Конституционной комиссии, прибыл в город Брест для информирования моих коллег из различных органов власти, управления, предприятий, организаций, общественных объединений, о тех новшествах, которые Конституционная комиссия предлагает привнести в основной закон нашей страны. То есть, несмотря на то, что текст еще не опубликован, уже основные фундаментальные постулаты мы считаем возможным обсуждать для того, чтобы, соответственно, лидеры мнений Брещина и города Бреста понесли эту точку зрения в трудовые коллективы и получали, конечно, обратную связь от родовых граждан. Конституция должна отвечать вызовам времени, а потому необходимо было максимально приблизить ее к современности с учетом различных рисков. Среди приоритетов – обеспечение стабильного и суверенного развития и закрепление социального характера государства, сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Своё выступление гость разделил на несколько важных моментов, которые созвучны основным изменением в новую редакцию Конституции. Это ценностные изменения в Конституции, это всё, что касается брачно-семейного законодательства, сохранения исторической памяти, например, прав человека. Потом затем социально-правовые изменения в Конституции – это, конечно, те аспекты, которые связаны с социальным характером нашего государства. Здесь могу сразу всех успокоить и сказать, что социальный характер, право белорусского на бесплатную медицину, образование, иные услуги не подвергаются сомнению, наоборот, только развиваются в действующей редакции Конституции. Например, мы впервые вносим обязательство государства проявлять заботу к инвалидам и пожилым людям, создавать для них приемлемые социально-бытовые условия и так далее. Значит, отдельный, конечно, очень серьёзный пласт работы проделан в плане, скажем так, переоценки системы государственного управления нашей страны. Вводится принципиально новый орган государственной власти, высший орган государственной власти – Всебелорусское народное собрание, которое получает стратегические полномочия. Республика остаётся президентской, но некоторые президентские полномочия мы урезаем. Например, предлагается, что в будущем глава государства не будет издавать декреты, имеющие силу законов, но сохранит право издавать указы и распоряжения, обязательные для выполнения, и отменять, соответственно, акты распоряжения правительства областных органов власти. Если народ поддержит эти изменения, предполагается, что те органы власти, которые были образованы, избраны, либо назначены до принятия новой редакции Конституции, сохранят свои полномочия и продолжат свою работу. То есть никаких досрочных выборов, парламентских и прочих, в Беларуси проводить мы не предлагаем. Мы полагаем, что необходимо спокойно работать, адаптировать положение новой Конституции, нормы действующих законодательств, полностью перестроить систему управления страной, а уже только потом проводить выборы, чтобы нас просто не втянуло в нашу республику, которая и так находится в не самом простом положении сейчас, по независимым нас обстоятельствам, чтобы не втянуло в что про бесконечных политических кампаний и смены, так сказать, неких политических форматов, как это мы можем наблюдать в отдельных соседних странах. Практика показывает, что ничему хорошему с точки зрения обеспечения качества жизни людей, а это и есть основная цель любого государства, это не приводит. Дискуссия получилась живой и информативной, все желающие имели возможность задать интересующие вопросы. Очень много изменений, очень много информации на просторах интернета, и хотелось бы каких-то уточнений именно члена комиссии. Можно задать вопрос интересующий, не боясь получить какой-то ответ. Это очень здорово, когда мы, брещане, имеем возможность из первых уст услышать то новое, что, возможно, будет внесено в Конституцию, какие изменения. Замечательно, что приводятся примеры других государств, и, в принципе, для такого круга общественности информация доносится достаточно легко, доступно. К слову, Брестский регион уже второй после Могилёвского на карте маршрута диалоговых площадок в режиме «Правды». Встречи с участием членов Конституционной комиссии, ведущими политиками, публицистами, общественными деятелями продолжатся и в других городах. Продолжение следует...